Если говорить о том, как вообще привык себя ощущать человек экстравертом или интровертом, и на сегодняшний день у него есть возможность самовыражаться не только в обычной реальной жизни, но и в виртуальной. И условно раньше, если человек интровертивен по своей природе, ему было достаточно сложно наладить этот коммуникативный навык, наладить какой-то контакт с людьми, а сейчас можно и работу найти онлайн. А зачем? Вот зачем все это делать? Если он планирует вообще всю жизнь свою прожить в виртуальном мире, тогда все в порядке. А если он все-таки имеет идею выйти на улицу, хоть когда-нибудь, встретить не виртуального приятеля или приятельницу, а реального, плоть, там все такое, да, влюбиться, например, жениться, то он не знает, как это делать. То есть, он переселился в виртуальный мир, тогда у меня больше вопросов нет. А если он не переселился, то там он не обретет навыков, которые ему нужны для реальной жизни, потому что их там нет. В том мире этих навыков нет. Значит, вместо того, чтобы набивать себе синяки и шишки в школе, во дворе или на спортплощадке, он сидит там, и в случае чего свитч-офф происходит. А как вы относитесь к феномену, который происходит, ну, наверное, последние 10-15 лет, когда люди, молодые люди влюбляются друг в друга лишь после общения в сети? То есть, они друг друга еще не видели, но им уже кажется, что они влюблены. Вот в мозгу что-то происходит. Нет, вот к этому, как ни странно, к этому я не отношусь отрицательно. Мне кажется, что, поскольку я тоже знаю такие примеры, знаю людей, которые поженились в итоге, и счастливы, и живут вместе, мне кажется, что ничего такого жуткого я в этом не вижу. В конце концов, если они не пересекались в реальной жизни, а пересеклись... Нет, а вот я говорю о том, что когда люди там переписываются в течение полугода, живут на разных континентах условно, и им уже кажется, что они влюблены. И вот они, допустим... А может, они влюблены? То есть, этот процесс может происходить даже виртуально. Нет, подождите, вы книжки читаете? Конечно. Ну вот, раз вы читаете книжки, то там много происходит событий, которым вы переживаете. Да? Правильно? Мы для этого и читаем книги. И там вот она влюбилась, а он ее мерзает все время обманывая. Вы что переживаете? И не ее нет, не его нет, а только черненькие буковки на каком-то там фоне. Но мы понимаем, о каких чувствах предупреждать. Правильно. Это значит, что такого рода чувства могут произойти и в виртуальной среде. Она ничем в этом смысле не более виртуальна, чем книга. Поэтому вот как раз тут я ничего не вижу. И кроме того... Плохого я имею в виду. И кроме того, я вижу примеры людей, которые действительно, познакомившись где-то там среди пикселей, да, в итоге познакомились и реально, и вполне счастливы вместе. Потому что они нашли общие черты. То есть они как бы подстроились друг к другу. Так что в этом плохого я не вижу. Я вижу плохое в другом. Я вижу, что это получается эрзац реальной жизни. Не тот случай, который мы разбирали, а другие. У них нет навыка жизни вообще. И это если вы обратитесь к психологам или тем более к детским там неврологам и скорее даже психиатрам, они вам скажут, да, это именно так и есть. У них нет навыка флирта, уж если так говорить. Навыка ухаживания, навыка предательства, навыка... Навык предательства, как интересно звучит. Но он же есть. Вы что, никогда вас не предавали никогда? Было дело. Ну вот, значит, у вас есть такой навык. Я же не говорю, что это необходимый навык или что он положительный. Я к тому, что мы... То, что я сейчас когда говорила. Мы уходим из реального мира уже, ушли, тогда заканчиваем беседу. Если мы не уходим из реального мира, то тогда надо как-то умудриться соединить это, чтобы мы в нем тоже могли жить. Понимаете, мы получаемся как инопланетяне, там, с другой планетой пребываем, а здесь, оказывается, все не так. Так, был пример много лет назад, когда девочка убила ножом свою соседку по партии. Это в газетах прямо писали. Реальный случай. И когда все обалдели вообще от этого совершенно и спрашивают ее, что это было такое, она говорит, оказалось совершенно не так интересно, как в компьютерной игре. Внимание. Понимаете? У нее стерлась грань между реальным и нереальным. Вообще стерлась. И она не одна такая. Такого рода людей полно. Недаром, чуть ли не в этом году, или, может быть, в конце прошлого года, Всемирная организация здравоохранения включила компьютерную зависимость в число болезней. Это медицина. А я вам напоследок скажу, что если посмотреть на томограмму, ну, скажем, функциональный магнитный резонанс, на томограмму мозга разных зависимостей, то есть алкогольной, наркотической или компьютерной, то очень похожая картина. И это пугает. Это значит, мозг может вообще на зависимость реагировать. Не важно какую. Подсаживаться на виртуальные игры тоже. Он подсадился на виртуальный мир не меньше, чем на наркотики или на алкоголизм. На алкоголь. Это вообще-то жутко. Лучше. Лучше.